Детки успешно справились со своей задачей, не дав злостным зомби захватить родную школу. Но зомби не успокоились и устроили себе штаб-квартиру в ближайшей канализации, создавая еще более масштабный план по захвату всего города. Всем привет, меня зовут Артем, это канал Beaver Games, и сегодня у нас на обзоре игра «Подростки против зомби. Эволюция» в локализации издательства GeekHatch Games. Эта игра по факту является сиквелом к игре «Дети против зомби», и также предлагает сойтись в битве за контроль, но на этот раз целого города. Кстати, если вы не видели обзор на игру «Дети против зомби», подсказка будет сейчас в углу экрана. Данная же игра у нас рассчитана от двух до четырех игроков и также является кооперативной с легаси составляющей, то есть по ходу череды партий игроки будут вскрывать специальные конверты, которые добавляют в игровой процесс новые правила и различные компоненты. Но сперва давайте посмотрим, что же вообще происходит у нас в игре «Подростки против зомби». Поехали! Итак, все наше поле разделено на локации. Восемь пустых и пять зданий со школой в центре, где и начинают наши герои. Главной целью игроков становится поиск специальных ящиков с ингредиентами, которые лежат у нас в зданиях, и их нужно перенести в школу для победы. А проиграть можно, допустив захват зомбиками четырех угловых зданий. Итак, в свой ход первая игрок активирует зомби. Он бросает белый кубик и в зависимости от выпавшего цвета, либо выставляет новую арту зомби на канализацию, либо двигает ту, что уже есть на поле. Если же зомби заходят в здание, они его сразу же захватывают, и на здание выкладывается специальный трамплин. И теперь, если этот зомби начнет движение, он сразу же переместится на следующее здание по часовой стрелке, захватывая уже его. Однако, если зомби заходят на захваченное здание, они сразу же перелетают на следующее, и даже когда они приземляются на захваченное, тоже прыгают дальше. Так что нужно следить, чтобы у зомби не было возможности вот так вот безнаказанно прыгать по зданиям. Вопрос на грани куба заставляет игроков взять карту действий. И, к примеру, это у нас такси. Вы можете сейчас же разместить своего героя на любой выбранной вами клетке. После того, как кубик кинут, игрок может выполнить до двух действий. Переместиться, перейти из одной локации в смежную, атаковать арту зомби, если он с ней находится на одной клетке, убрав ее с пуля, либо перенести ящик с ингредиентами. Для этого нужно, чтобы в соседней локации был персонаж. Вы ему просто передаете ящики, и на этом все. Однако, вы также можете забрать ящик у соседнего персонажа. Если же все четыре ящика у нас собраны в школе, вы побеждаете в игре. Но на этом все так просто не заканчивается, ведь сперва нужно подвести итоги. Здесь у нас есть несколько треков для достижений, на которые нужно клеить наклейки. К примеру, мозги за каждую вашу партию, вне зависимости от исхода, или же выполнения миссий, которых в игре довольно немало. И за каждую можно получить кубок, который тоже клеится на трек. А все это мы делаем, чтобы отслеживать свой прогресс. И при достижении вот таких вот отметок открывать особые конверты с дополнительными компонентами. Кстати, здесь есть еще и особые достижения, которые даются за выполнение группы миссий. И вот этот трек позволит открывать другой тип конвертов уже с буквами. Кроме различных правил, которые вклеиваются прямо в буклет, здесь можно получить различные карты, новые достижения, или даже развитие сюжетной истории. Только посмотрите, сколько в правилах еще ячеек для продолжения всей истории. Честно говоря, вот эти вот игры против зомби, что дети, что подростки, простые игры такого начального уровня. И понятное дело, что для игры в них нужна соответствующая компания. Да, подростки чувствуются как чуть более сложная версия за счет необходимости контроля сразу двух вещей. Предотвращение захвата зданий и дальше не давать прыгать зомби со здания в здание. И второе, это верное размещение игроков для быстрой передачи вот этих вот ящичков. Конечно, немного здесь влияют карты... Конечно, намного здесь еще влияют карты действий. Они немножко освежают игру, внося небольшое разнообразие и встряску в довольно прямолинейное прохождение. Понятно, что подростки против зомби в первую очередь это игра с упором на легости механику и прохождение игры, играя партию за партией. И большая часть интересных нововведений, каких-то поворотов, не только в сюжетном плане, но и в механическом, скрыта именно вот в этих вот конвертах. Конечно, я не буду этого отрицать. И думаю, что большинству из нас будет интересно узнавать, что же такого нового добавляется при открытии того или иного конверта. Да, как игра для начинающих или, возможно, в кругу семьи с детьми, подростки против зомби это вполне себе хороший, возможно, даже отличный вариант и довольно простой кооператив. И, пожалуй, это все про данную коробочку. Если вам было интересно меня послушать, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Все как всегда. Любите настольные игры и играйте в них. Ну, с вами был сегодня Артем и канал Beaver Games. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok